Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы вновь встречаемся с вами в нашей студии СГУ-ТВ. С вами я, писатель Александр Владимиров. И мы сегодня продолжаем нашу встречу, дискуссионную встречу, своеобразное наше ток-шоу с писательницей Ириной Стоянной-Горюновой. Здрасте, Ирина! Здравствуйте, Ирина! Большое спасибо, что вы пришли к нам. Напомню, что Ирина, она является шеф-редактором издательства «Олимп», ну и автор целого ряда поэтических сборников, целого ряда романов, повестей. Ирина, значит, в прошлый раз мы с вами рассматривали важнейший вот этот момент элитарной и массовой литературы, и, к сожалению, по этому вопросу не договорились. Ну ладно, не договорились, наверное, так и должно было быть. Вы знаете, я вам могу сказать одну вещь. Почему я немножко с таким, что ли, подозрением отношусь вот к представителям так называемой элитарной литературы? Ну, в вашем понимании. Потому что я далеко не считаю именно этих людей представителями элитарной литературы. В свое время, когда я только-только познакомился с шестидесятниками, а это было, значит, где-то конец 80-х, начало 90-х годов, тогда о них много говорили, и то же самое говорят. Вот это элитарная литература. Она для немногих, для избранных. Появились фильмы тоже, как любили говорить, элитарные фильмы. Что мне сразу не понравилось и что меня насторожило? Это, вы знаете, копание в какой-то грязи. Вот никогда не забуду фильм «Мой друг Иван Лапшин». Вы видели, наверное, этот фильм, да? Я его досмотрел с трудом, ну, просто вот уже, знаете, честно сказать, родителей заставили. Говорят, вот досмотри, вот как поганит русское общество. Значит, ведь этот фильм, известно, что в 67-м году он вышел на экраны, и умные люди, то есть он не вышел на экран, он был снят, и умные люди сказали, что он никогда не выйдет. Но он все-таки вышел, ну, в условиях перестройки. Но это рассматривалось как элитарный фильм. А ведь если посмотреть на идею, которая там заложена, она, знаете, страшная идея. Идея заключается в том, что все люди гады, негодяи и уроды, даже ребенка нашли, извините, уродливого там. То есть могли бы действительно красивого такого мальчишку найти. Мне кажется, что сейчас нам нужно не копаться в грязи, а современная наша литература должна вернуться к возвышенному чему-то, к высокому, к героике русской. То есть вот к временам Пушкина, помните, геройка Пушкина, геройка Алексея Константиновича Толстого. То есть мы должны не принижать человека, создавая видимость, что мы говорим правду. Да не правда это. Саша, ну, знаете, каждое свое время были разные герои. Маленький человек всегда был и в 19 веке тоже. О чем мы с вами говорим? О Пушкине, о Гоголе, о Достоевском. Но там тоже был человек не совсем красивый, человек уродливый, человек маленький, человек завистливый. Что вы не найдете у Гоголя? Такого человека найдете. И в мертвых душах, и в шинели, и так далее. Не найдете у Пушкина? Да бог с вами, и у Пушкина найдете. Да нет. И у Салтыкова Щедрина? Ир, так никто же с вами не спорит, безусловно. Иногда мы выводим и отрицательных персонажей, и неприятных персонажей. Извините, когда работаешь над романом, сколько у меня в романах, и грязи, и всего есть. Но важен же итог, важный итог, к чему мы приводим, к каким идеям мы приводим. Итог бывает разный. Итог бывает хороший, как в сказке. Итог бывает дающий надежду. Итог бывает открытый финал, когда неизвестно, что дальше будет, и может пойти по разному пути. Это тоже весьма интересный финал. Итог бывает печальный. Допустим, взять хотя бы, пролетая над гнездом, кукушки. Главному герою сделали лоботомию, но итог. То, что как бы его речи, его слова не пропали даром. И помогли кому-то вырваться, помогли кому-то понять, что нужно бороться дальше. Но это хороший итог? Вот, Ирина. Или нет? Ирина, вот как раз, если мы говорим, пролетая над гнездом кукушки, или там, по-моему, полет над гнездом кукушки. Ну, это... Не важно, да. Да, вот как раз это пример того, как человека учат к борьбе. Как, действительно, мы видим настоящих героев. И даже когда один из героев, ему сделали лоботомию, то есть вождь, который встает и ведет за собой. Недаром к нему обращаются все вождь. Помните, индеец? То есть есть человек как бы предтеча вождя, и есть вождь. Вот это как раз момент, о котором мы говорим. Да, человек может попасть в тяжелые ситуации, в критические ситуации, но даже в критических ситуациях он остается человеком. Вот я о чем говорю. А если мы будем показывать человека постоянно, и, кстати, к этому тоже приложили, уж извините, руку вашей элитарники, да, не обижайтесь. Вот. Если будем постоянно показывать, знаете, такого грязненького, маленького человечка, так он таким и станет, в конце концов. Тяш, почему грязненького и маленького? Вы все время пытаетесь равнять всех под одну гребенку. Улицкая, доктор Штайн, переводчик, извините, как бы сам доктор Штайн, это совершенно великолепная фигура. И я вам могу привести много таких примеров, что там нету грязненького человечка ничтожного, да, и там совершенно великолепные, сильные, достойные фигуры. Ну, мне очень сложно спорить по этому роману, по той простой причине, что я к своему стыду не читал его, честно скажу, не прочитал. Ну, тут уж меня извините. Вот. Мы говорим, в принципе, о тенденции, которая есть. О тенденции, она весьма хороша, поскольку я, как шеф-редактор издательства «Олимпы», более того, я человек, занимающийся антологией современной литературы, и человек, который выпускает эту современную литературу, причем элитарную современную литературу, да, именно ту, которую вы так не любите. Я не занимаюсь детективами, любовными романами, я занимаюсь как раз вот интеллектуальной литературой. И через мои руки проходит довольно много рукописей. И я читаю большую часть того, что проходит толстых литературных журналов, что выпускают другие издательства. И я могу сказать, что тенденции, они весьма хорошие. Там нет литературы разной, там нет только положительных героев, там нет только маленьких ничтожных людей, которые сидят и копошатся там в грязи, и ничего не происходит. Она разная, она говорит на разные темы, она обсуждает разные проблемы, она заканчивается абсолютно разными итогами. И она реалистична, она интересна, она живая, и при всем при этом она действительно разная даже по слогу. То есть какие-то вещи, они будут хороши для очень большого количества читателей, а какие-то вещи, они тяжелые, сложные для восприятия, и, естественно, не каждый читатель захочет это читать. Это тоже нормально. Это естественно, потому что и в жизни есть разные явления, и в культуре. И даже когда вы смотрите картины разных художников, одна вам нравится, другая нет. Ну, точно так же и книги. Но вы согласны с тем, что все-таки в сегодняшних условиях мы должны поменять нашу, где-то, может быть, идеологическую концепцию, все-таки дать человеку надежду и возрождать русскую геройку? Нет. Не согласны? Почему? Потому что мы ничего не должны. И автор пишет так, как он считает нужным. Автор – личность. Он вот такой, как он есть. Он отображает жизнь так, как он ее видит. Каждый автор, он абсолютно разный человек. Он пишет по-своему. Я пишу так, как я умею, хочу, могу, люблю. Вы, как вы. Другой человек, допустим, Виктор Ерофеев или Ольга Славникова или еще кто-то, он пишет так, как он пишет. И так никто не пишет, как он. У каждого свой стиль, свои мысли, свои образы, свои герои, свой язык. И заставлять человека и говорить, вот вы должны писать так-то, вы должны направляться вот туда-то, вот на это. Очень много лет в Советском Союзе, особенно писателям, говорили, вы должны писать так-то. И писатели писали так, как они должны писать. За это они имели дачи, за это они имели определенные материальные блага. Ну и так далее, и так далее. Теперь писатели, слава богу, пишут, кто как хочет. Но вы должны осталось в какой-то степени, но теперь уже не в силу какой-то правительственного надзора и пожелания, а в силу финансовой проблемы. И если человек хочет издаваться большими тиражами, он, соответственно, должен писать так-то. Чтобы его издавали большими тиражами, он должен писать так-то, чтобы им заинтересовались западные издатели. Например, я очень плотно общаюсь с различными литературными агентами в других странах, а они мне говорят, ваши писатели должны писать семейные саги. Вот тогда мы их будем переводить на Западе. Вы должны писать так-то. Мы будем переводить на Западе и платить очень хорошие гонорары. А мне говорят, ну, извини, а вот как я умею, я пишу. Я пишу от сердца, да. Я не могу писать за очень большие гонорары то, что я не выдавлю из себя даже пары строк. Опять же, понимаете, здесь заключено некоторое, что ли, лукавство, как мне кажется. Да, безусловно, то, что было в советский период, это было какое-то извращение, что все должны писать о роли партии. Спасибо партии родной за то, что сделала страной. Но все должны, по крайней мере, были об этом писать. Это ужасно. Сейчас, вы совершенно правильно сказали, что финансовыми рычагами заставляют человека писать так, как нужно, предположим, даже и издателю как таковому, и публике. Я, например, несколько раз слышал, вот хотите верьте, хотите нет. Я не буду называть конкретные фамилии людей, которые мне это говорили, но это и в издательском мире. Они говорили, вот, знаешь, перед тем, как уже книга идет в типографию, они говорят, Сань, давай вот остановимся, вот эти сцены немножко упростим, потому что публике это будет непонятно. Я говорю, знаете, так можно же все, что угодно упростить, давайте просто доведем до уровня колобка это. И тоже будет все понятно тогда, все ясно, все понятно. Вот, три покушения, одно убийство, да, в итоге. Вот, то есть существует сейчас система, которая, как мне кажется, только более хитрая, чем в советском периоде. Она более хитрая, именно с помощью финансовых рычагов, именно с продвижением на Запад. Вот, хотите на Запад, значит, вы должны писать вот так вот. не хотите вот так писать, вы не продвинетесь на Запад. Вы тут совершенно правильно говорите. Но, опять же, то есть людей, которые пишут именно на, скажем, темы возрождения своего Отечества, на благородные темы, именно патриотики, я не, когда я говорю, должны писать, это не, ну, я, может быть, оговорился, я говорю, хорошо бы лучше, скажем так, чтобы писатели все-таки сделали упор на эту тему. Вот вы улыбаетесь, нет? Нет, Саша, я улыбаюсь по другой причине, потому что я когда еще училась в ЛИТ-институте, у нас был один поэт, который к нам приходил, который уже к тому времени закончил ЛИТ, то он полковник, в своих кругах весьма известен, и когда вот он разбирал какие-то произведения, каждая речь абсолютно каждому студенту ЛИТ-института заканчивалась тем, что у вас мало патриотизма, вы должны писать о родине, вы должны писать, ну, если я не могу писать о... Да, я знаю, нет, я же не говорю, что вы должны, вы же мои слова-то не воспринимаете, и всем полковникам не сравняете. Я пишу о птичках, а вы не говорите, пишу Игорь Ново о свинках. Да, 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 и я вам больше скажу, что я слышал, что в том числе и про меня, как говорят черные полковники от литературы, да, я слышала это про себя, но я имею в виду совершенно другое, и то, что, к великому сожалению, эта тема, она как бы отходит у нас. А вы говорите, вот нельзя об этом писать, не надо об этом писать. Хорошо, возьмите Серебряный век. Выдающийся век был, да, замечательнейший век. Все было бы хорошо, но было одно маленькое «но» в этом Серебряном веке. И я, кстати, и студентам об этом часто говорю. Понимаете, вот эта любовь к маленькому человеку, которую возвели в некий культ, она, как правило, была сопряжена с критикой существующей системы. Причем ни Чехов, ни тем более Достоевский, они не ставили задачу слома этой системы, но нашлись определенные силы, очень хитрые силы, очень лукавые силы, которые подняли на щит тех же самых писателей и привели страну именно к этой величайшей катастрофе. И вы знаете, я честно скажу, мне что очень приятно сейчас, что происходит некоторое позитивное изменение в жизни у нас. То есть сейчас именно люди патриотического направления в литературе, они становятся востребованы. Вот когда именно эта литература станет массовой у нас, пойдет массово, может быть, тогда произойдет у нас издвиг нашего сознания. Наташа, ну я не знаю, массовая патриотическая литература, и как-то настолько страшно и печально это все звучит. Какие-то темы патриотические, безусловно, где-то что-то как-то затрагивается, развивается и так далее. Но сам вот этот вариант в качестве массовой патриотической литературы, это, по-моему, ужасно и страшно. Почему? Мы это уже проходили. Нет, стоп, стоп. Тихий дон, там, понятая целина. А тихий дон, это выдающийся произнос. Кстати, тоже получил Нобелевское премие. Ну поголовно, поголовно, давайте как бы не будем, что поголовно, вот направление массовой литературы. Я не говорю, что поголовно. Разве сказал, что поголовно? Ну вы сказали, что массовое. Я сказал, что должно получать развитие, что должно стать нести массовой литературой. Ирина, а потом... Слушай, это должно быть какая-то, может быть, какой-то ход, какая-то деталь, какая-то ветвь в романе параллельная, да? Но это не должно быть всеобщим направлением, мне кажется. Это должно где-то как-то присутствовать, это должно где-то как-то приобретать какие-то черты. Причем современная литература использует такие вещи. Она задумывается о том, что плохо, что хорошо, что должно быть. Ведь задумывается и литература для детей и подростков, между прочим, что весьма замечательно, поскольку вот этот новый конкурс «Заветная мечта», он как раз и продвигает хорошие произведения, причем многие из них достаточно патриотичные. Но не в силу того, что они должны быть патриотичны, а в силу того, что писатели, которых пишут, у них там либо есть дети, либо есть братья и сестры, они задумываются о том, как помочь своему ребенку или своему брату, своей сестре, своему племяннику выжить в этом мире. Не просто же тем, что научить его считать деньги, а сохранить еще и душу свою в таком виде, в котором она должна быть у хорошего, нормального человека. И среди современной элитарной литературы, литературы, которые вам так не нравятся, ну будем говорить интеллектуальной литературы. Мне не нравится интеллектуальная литература. Замечательная молодая писательница Наташа Ключерева, которую сейчас очень любят на Западе, написала вполне патриотичный роман, мне кажется, «Россия общий вагон», который уже, вот я уже знаю, что выкупила одно немецкое издательство, которое собирается... Собо название очень странное, «Россия общий вагон». Оно уже с самого начала меня немножко, так сказать, настораживает. Ну, название названием, но тем не менее, пока вы его не прочитали, разговаривать мы о нем не будем. Ну да, нет, я понимаю, но просто само название, «Россия общий вагон», оно уже примерно нацеливает на определенное настроение, по крайней мере. Ну, настроение может быть, да. Я только хочу сказать одно. Вот когда вы, опять же, немножко мои слова понимаете, не знаю, специально, или, может быть, я не четко выразил свою мысль. Точно так же вы сказали, я не люблю элитарную литературу, я не говорил этого, я просто сказал, что я понимаю под элитарной литературой. Напомню, что я сказал, под элитарной литературой я понимаю литературу действительно хорошую, выдающуюся, но с интересным сюжетом. Точно так же, если мы ставим идеи, ну, скажем, патриотизма, то это же не значит, что я призываю писать вас, ну, как это было в советское время, там, о комсомольских путевках, да? Нет. Но, извините, я сам работаю в этом жанре, правильно? У меня крутой сюжет, неожиданные приключения, и драки, и убийства. То есть я использую эти все моменты, но к чему приводим. Я напомню, что вот нужно нашим врагам написать антихристианскую вещь. Они пишут код да Винчи, да? То же самое, находят вроде и сюжет интересный, и все, и пишут открытую антихристианскую вещь. Это просто известный ход. Так вот, противовес этому ходу, мы должны искать свои ходы, для того, чтобы мы вот эту литературу нашу с интересными идеями пробивали в массы. Кстати, у нас, к сожалению, время подходит к концу. Скажите, пожалуйста, ну, может быть, в последнем вопросе, хотя бы мы с вами сойдемся, вы считаете, что нужно искать новые формы, чтобы литературу пробивать в массы? Новые формы, когда они нужны, они приходят сами? Новые формы рекламы, новые формы, и чего искать, Саша? Ну вот, например, я вам могу сказать, сейчас издательство, с которым я начал работать, новое издательство, оно предложило целый ряд новых форм работы с читателями. Прежде всего, это выступления в школах, библиотеках, и целый ряд еще моментов. Многие писатели выступают в школах, библиотеках. Вот Алим, применяют такие формы, методы работы? Все издательства применяют те или иные формы, идут рецензии на книги в известных каких-то издателях, идут встречи с читателями на книжных выставках, ярмарках, в книжных магазинах. Ну, это, да, традиционное. Школы часто не всегда заинтересованы в том, чтобы к ним проходили писатели. Вот проблема в том, что это не всегда так. Когда я прихожу к директору школы, в которой учится мой ребенок, и я говорю, давайте, вот я писатель, я хочу помочь. Абсолютно бесплатно придет мои знакомые, у меня очень много хороших писателей, они придут, они выступят, они расскажут что-то, что интересно для разного возраста. Хотите детских писателей, хотите взрослых? Мне говорят, да-да, да-да, это очень интересно. И вы думаете, мне хоть кто-нибудь позвонил и сказал потом, что, да-да, вот, Ирин, вы обещали, да, что вот к нам кто-то придет. Нет, а у нас спецлингвистическая школа в Москве, очень неплохая. Никто не сказал, что им это надо, что им это интересно, хотя я им предложила. Мне очень жаль, что это происходит у нас в России. Я пытаюсь изменить ситуацию, но я не буду ломиться очередной раз в дверь и кричать, ну, почему вам это не нужно? Это нужно, это замечательно, да, то, что придут писатели, с которыми можно поговорить с живыми писателями, да. Ну, вы знаете, мы приглашали и директоров школ, руководителей библиотек, у нас совершенно другая ситуация. То есть вот выступление по школам одно, и оно привело к тому, что несколько звонков было, сейчас опять постоянно мне звонят и просят, можете прийти к нам. У нас, говорит, другая проблема, понимаете, мы школа, мы не можем заплатить, по крайней мере, заплатить так, как хочет писатель. Да вот, и у меня совершенно другая школа, совершенно другая проблема стоит. То есть проблема во времени, что не всегда хватает времени, чтобы приехать туда. Да, что хватает приехать туда. Особенно, кстати, мне кажется, что вот сейчас нужно развивать вот эту систему, писатель провинция, провинциальная школа, потому что, о чем там говорить, многие, даже в Подмосковье, совершенно, в районах, которые там от Москвы, там 10-15 километров, они решены многих культурных ценностей. там нет отличий. Слушай, ну, раньше, когда наше государство спонсировало эти поездки, да, как бы были дотации, что писатель получал и бесплатный проезд, и какие-то деньги, да, на то, что он туда ездил, писатели ездили. А сейчас, поскольку никто не может себе этого позволить, получается так, что очень много и писателей, и читателей оторваны друг от друга, но действительно, писатель тоже не может себе позволить за бесплатные ездить, он должен писать книги, он должен делать какую-то свою работу, он из-за своей книги получает не так много, и вам это вполне известно. И сдать, к сожалению, организовать многие вот эти процессы. Ирина, ну, к сожалению, время нашей передачи, подошло к концу. Большое вам спасибо, что вы пришли к нам. Да, и вам спасибо, что пригласили. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, на сегодня мы попрощаемся. До следующих встреч. Всего вам доброго. До свидания.